Вода – одна из главных проблем Амлюдского района. Из 38 населенных пунктов только 16 имеют бесперебойное водоснабжение. В текущем году планируют запуск уже построенного водопровода в селе Белом, а в Покровке прокладывают разводящие сети, чтобы сельчане смогли завести воду в дом, говорит глава района Владислав Лукин. Рассказал он и о проделанной работе по дорогам. Изведен средний ремонт дорог, 23 километров дорог от села Воскресеновка до села Леденёво. Начат капитальный ремонт дороги от села Андреевка до села Новомихайловка. Уже отремонтировано 4 километра. Это будет капитальный, не средний ремонт. 4 километра от села Бустандык в сторону села Андреевка. Проект, переходящий у нас на следующий год. В райцентре за последние три года отремонтировали около 15 километров дорог. В 2023-м планируют охватить еще 3 километра. Кроме того, в Мамлютке откроют два крупных производства. Одно из них – древесно-стружечные плиты ТО «Сапа Инвест Плюс». Стоимость проекта – полтора миллиарда тенге. Будут выпускать 30 тысяч кубометров продукции. Еще один крупный проект – производство стеклоизделий строительного назначения. Бюджет проекта составляет 4,1 миллиарда тенге. Будет создано 300 рабочих мест. Завод будет являться одним из крупных в Казахстане по производственным мощностям на рынке архитектурных стеклопакетов, как я уже сказал. География поставок – Казахстан, Россия, Монголия, Узбекистан, Киргизия, Афганистан, Азербайджан, Балтийский и другие страны. Оснащенность медицинских организаций увеличена на 25% за год. Закупили 11 наименований оборудования на 54 миллиона тенге. Но из 28 объектов здравоохранения в удовлетворительном состоянии находится только 15. При этом есть села, в которых нет доступа к срочной медпомощи. В следующем году планируют построить фельдшерско-кушерский пункт в селе Новомихайловке и медпункты в Биг-Сити и Бустандыке. А в последнем еще и с интернетом проблема. Но вопрос почти решили, говорит Аким. По селу Бастандык проживает 258 человек. КТ Зенченко и К. Установлена мачтовое сооружение. И уже мы договорились с сотовыми операторами Картел, договорились о том, что они установят свое оборудование. По селу Щучьему, по обеспечению интернет-связи жителей села Щучья, мы запланировали в 2023 году обеспечить интернет. Тем самым мы 100% обеспечим перспективные села бесперебойным интернет-связью. Помогают меценаты в ремонте спортивных и культурных объектов. Идут капитальные ремонты Минкесерского, Афонькинского, Андреевского сельских домов культуры. А в Щучьем местное ТО открывает культурно-оздоровительный центр. ТО Козелоскерская провела реконструкцию и строительство спортивного комплекса для летне-зимних видов спорта. Кроме того, в Мамлютке в следующие два года планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс.